Икона Божьей Матери скоро послушница, один из самых древних образов Богородицы. Ее история насчитывает почти тысячу лет. Икона была написана в 10 веке, а свое название, известное в православном мире, она получила через семь столетий, после истории о чудесном исцелении от слепоты одного из монахов. По преданию, монах был ослеплен в наказание за то, что закоптил святой образ, часто ходил мимо с зажженной лучиной. Монах наказание принял как должное. Исцеление наступило быстро, сразу после искренней молитвы раскаявшегося. Отсюда и название – Скоропослушница. Все приходящие к этой иконе получают скорую милость. Очень быстро получаем помощь от этого образа Пресвятой Богородицы. Богородица – наша заступница. Она молится за всех людей, за весь мир, за всю Россию. Хотелось в этот день именно прийти в этот храм Божьей Матери Скоропослушницы с какими-то своими чаяниями, с какими-то надеждами, чтобы получить от нее помощь. Списки с иконы появились в России в позапрошлом веке и всегда были в большом почтении у верующих. Этот образ относится к типу Адигитрии – один из самых распространенных типов изображения. Младенец сидит на левой руке Богоматери, благословляет правой рукой, а в левой держит свиток. Именно на этой иконе правая пяточка младенца обращена к верующим. История иконы Божьей Матери Скоропослушницы напоминает православным, что к ее образу надо относиться с почитанием. Православные верят, что благодать от скоропослушницы способна исцелять слепых и хромых, избавлять от падучей болезни, эпилепсии. Молитвой спасались от плена и кораблекрушения. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События.